Кирилл Быков спрашивает Ежака, твое отношение к религии, церквям и кладбищам? Ну, к религии, да К религии крайне негативно В вере это возможно положительное Религии категорически нет Мне кажется, это хуже, чем в жилбе Андрей Пешко спрашивает Почему Вася Руденко ебашилова Что это, кстати, я не знаю Сарказмом отзывается о вашей группе Я, честно говоря, не знаю, что-то у Вася Руденко И не горел желанием узнать Но если человек с сарказмом отзывается о нашей группе Не знаю, наверное, завидует чему-то Ну, откуда еще может взяться сарказм? Обычно зависть порождает всякие негативные эмоции Отсюда вопрос Почему же все остальные участники группы тоже с сарказмом они отзываются? Сам себе, наверное, завидуют Нельсон Лисенков спрашивает Имя какое знакомое, да? Да Где-то я его слышал Как ты попал в эту замечательную группу? Как так произошло? И какие планы на будущее? Попал в группу стеклата Я достаточно забавно Как бы старался, мы были более-менее знакомы До того, как я пришел в группу стеклата Он был на концертах моей предыдущей команды Ну, как-то виделись, пересекались И в какой-то момент, когда я понял, что в моей предыдущей группе настал кризис И ничего там хорошего больше, наверное, не произойдет С великим удовлетворением Через общих знакомых Я попросил узнать Услышав некий слушок Что группа собираешься сваливать Андрюха? Дюша, да! Дюша, да Вот Ну, я попытался через знакомых узнать В общем, какие у них дела и планы И, возможно, я им подойду Потому что, ну, мне всегда нравилось, чем парни занимаются И всегда их очень уважал, их творчество Ну, и буквально прошло пять минут Мне позвонил Тарас, говорит Чувак, ну, типа Я тебя помню Я был у тебя на концертах Я, ну, типа Знаю, что ты можешь Мне было бы интересно с тобой поработать Давай встретимся Поговорим Ну, мы встретились, что-то обсудили В общем, через полчаса он мне сказал Ну, что, в общем Если ты готов писаться в АТО Добро пожаловать стигмата Я говорю Я готов писаться в АТО И в этот же день мы пошли на концерт Группа Олимпийская, по-моему Ну, в общем, день для меня тогда был вообще Категорически запоминающийся Я его помню Это было, по-моему, 31 мая 2000, какого-то там Девятого, что ли? Волосатого года, короче, какого-то Десятого День Вопросу о будущем Судя по последним репетициям У твоей группы тоже нет будущего Закончилось так же точно, блядь Тогда, когда я пришел Да На самом деле, все прикольно Комментатор за кадром Просто жесткий юморитм Пользователь Диня-Диня спрашивает Вот я сходил на концерт, например И услышал там вашу новую песню Все, конечно, очень круто Но как вам удается Именно тебе придумывать Такие быстрые рифы? Вот я подобрал дома, как бы Но пока что-то не выигрываю Спасибо Это Диня-Диня пишет Диня-Диня, я хочу обратиться к тебе и сказать Хочу задавать такие вопросы Сиди, занимайся Учи новые песни, чувак Может, все-таки упростим для записи А хотя бы пару рифов? Нет Ну ладно, проехали Я помню, еще читал Был такой вопрос Типа, с какими сложностями я сталкиваюсь в туре Вот их на самом деле Совместить Вот эти два вопроса Потому что Патрикси я как раз Из-за сложностей в туре Потому что после концерта Когда все чуваки уже спали И отдыхали И я часа полтора Пытался промыть эти волосы Которыми я там Что-то Тико тряс На концерте Ого И потел Вот И просто Когда у тебя там Это уже 50-й город подряд И ты хочешь поспать А приходится Вниматься Да С твоими шелковистыми Красивыми волосами Так Владимир Арямин задает вопрос Почему вы стали Повцовой группой? Что тебе? Денег не хватает, что ли? Хватает Но это никак не связано Мне тоже не хватает С музыкой Мне кажется, да Музыка в России никогда денег не приносила Никому В достаточной мере Ну, на самом деле Разговоры по поводу Повцового или нет Я думаю, стоит начинать После того, как мы выпустили Наш офигенный новый альбом А не до этого Потому что А попсить мы, по-моему, еще не успели Мне кажется Альбомы и путь достаточно лютый Чтобы Бывать на спор Это вот точно И мне вообще кажется Что все, кому нужны были деньги Из этой группы Уже давно свалили Ну, получается так Очень мудрые слова Да Вот как бы вы спрашиваете Почему, почему А вот потому Вот он момент истины настал На этой даме, блин Да, да, да Это, кстати, подводит К какому-то там Следующему вопросу Туша Ниженко спрашивает Не скучаешь ли ты по Федору? Федор? Никто по тебе не скучает Получается, что так Следующий вопрос Мы с Ежакой Скучаем по Максиму Который очень скучает По Федору Мы по тебе скучаем Да Держи, привет Валера Устинин Спрашивает Были ли в твоей жизни моменты Когда хотелось Бросить всю музыку К чертовой матери? Конечно, были Несколько раз И каждый раз, когда Ну, на самом деле Так и было Каждый раз, когда я хотел Убросить музыку Я попадал в следующую группу Так что последняя Моя попытка Убросить музыку Привела меня в группу Слезмана И один черт Ни скольки на железе Что случилось Отлично Такая карьерная лестница Можно даже сказать В небо Так Дима Карпов Спрашивает Со скольки лет Начал играть на гитаре И Ну, на кого уравнялся Какие там У тебя Кумиры были На ком учился играть Какие у тебя Гитаристы Там Любимые По-моему 16 лет Я первый раз Взял электрогитару В руку Понял, что это моё Вообще На 100% Собственно Взял ее в руки Благодаря Лайву Группы Металлика Вот У них Есть такая Песня One Это такое Акустическое Вступление От Винитина Которое Я попытался Подобрать На гитаре У меня Ни хрена Не получилось Для меня Сразу Супило Что Собственно Я Внимался 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 И В общем-то Не получилось Рассказаться Гитарой Уже 10 лет Ну и На самом деле Много еще Кумиров Каких Голота Походу Занятия музыкой И по всю пору Есть некоторые Но я не Предскажу Мой кумир Дейчин Ну это точно Ну это точно Это совершенно верно Ну здесь В пору Рассказать О твоей Новой Песне Которую Ты сочинил Которые Вот Как бы Есть Такой Прокачивающий Неистовый Риф Который Можно Посвятить Там Даймону Даррелу Например Да Вот Есть Одна Песня Я ее пока Никто из наших Фанатов Не слышал Она выйдет На новом айбоме Достаточно Тяжелая Без Электроники Вот Кстати Тоже такие Вопросы Были По поводу Песни Были С электронными Каким Составляющим Нет Не все Будет Старый Добрый Метал Так что Швачки Ждите Кто любит Рубиться Под истинный Метал Ну вот И будет Там Пару Тяжелых Риф В духе Старой школы Владимир Савин Спрашивает С чем Связан Ваш Переход На фирму Гитара Александерсон И как Они тебе Вообще И куда Подевались Шектор Ваши Любимые И так Далее Как С чем Связан Связан С тем Что Хочется Играть На Ну Как-то Развиваться В плане Инструментов На которых Мы играем Вот И Ребята Из Александерсон На стадии Вот Когда мы Только Общались Сказали Что В принципе Мы можем Сделать Все Что Вы Хотите В плане Гитар Вот Ну Естественно Мы Не без Не без Определенной Доли Скепсиша К этому Подошли Ну Решили Попробовать Ну Честно Честно Говоря Когда Мне Отдали Мою Гитару На Которую Последний Тур Откатывал На Которую Буду Дальше Играть И Записывать Альбом Честно Когда Мне Дали В руки Я Офигел Потому Что В России Я Не видел Что Такого Уровня Сотдументы Делали И Ну То есть В плане Исполнения В плане Сборки В плане Качества Звука Ну То есть Это Реально Левел Следующий И это Прикольно Ну А С Шектером Как бы Все Конечно Было Хорошо До Определенного Момента Именно Компании Именно Бренда Шектор В этом Нет В смысле К счастью А К сожалению То Что Отношения Наши Испортились Благодаря местным делерам Вот Которые Неправильно Относятся Музыкантам С которыми Они работают И Ну В целом Короче Они Не смогли Выполнить Всего того Чего Пообещали И поэтому Да Поэтому Подправляются В ад Расскажи О своих Татуировках Вот Артем Семенков Спрашивает А Вкладываешь ли ты Смысл Какой-то В них Или это Для тебя Просто Украшение Как Для остальных Участников Например Группы Ну вот Лично я Вкладываю Да У меня Всего По сути Две Татуировки Но на этом Я не остановлюсь Просто Сейчас Времени Очень мало Но я Будет Хотел Подзакрасить Дальше Похожем Успею А Смысл Ну вот Сейчас Наверное Не показали Все Не получится Показать Ну вот Этот Рукав Это будет Когда-то Рукав Здесь Вверху Гитара Тут Череп Гитара Здесь Двигатель От мотоцикла В общем Все приколюхи Которые От которых Я завишу В жизни Ну и В общем Дальше Так и будет Продолжаться Все эти Увлечения Мои Такие А ну-ка Разверни руку Ты бухаешь Нет же А что это Вот так Что это Тогда Ну это Типа Некий сосуд В котором Спрятаны Все грехи Да Все это Обмотано А ну-ка А ну-ка Все это Обмотано Терновым Буквально Таким Винком Что означает Что грехи Все под контролем У меня А с виду Напоминает Лекарство Пертусин Мне такой Мама От кашля давала Пертусин Пертусин Сорри Больше Напоминает Путин Кругую гермахину Я не люблю Гермахину Да Алексей Кувичкин Спрашивает Тебя Ежака Что бы ты делал Если жить Тебе осталось Меньше минуты Закурил бы В первую очередь Съел бы Расслабился И попытался бы Вспомнить Все то Все то Хорошее Что успел Наверное Сделать В жизни Может быть Немножко погрустить О том Чего не успел Сделать В жизни Но явно Ни о чем Не жалел Потому что Ну В целом Как-то так То есть Все что происходило Было ништяк Конечно Да даже Все то плохое Что происходило Оно все равно В итоге Становится Правильным И положительным Опытом Поэтому лучше Вспоминать Там хорошее Понятно Это правильно Насправилось Денис Ушаков Спрашивает На твой взгляд Какая ситуация На альтернативной сцене Что будет дальше Будут ли появляться Новые группы Мода с запада Возьмет ли верх Или же Все таки Накатит Короче Непонятно Вообще Че будет Будет че Есть че Ну в общем Пока есть ситуация На альтернативной сцене Давно очень Не было Не появляли Давно очень Не появлялась Таких-то очень ярких Группах Голод Нектое время назад Когда появлялись Всякие Слепно Хорты И так далее Сейчас Немножко Все попроще С этим делом Но в целом Я считаю Что любая Культура Любое Вообще Культурное явление Модное явление Не важно Субкультурное явление Оно все Движется По такой Синусойте Да Вот И когда-то Бывают пики Когда-то Бывают провалы Ну я не могу сказать Что сейчас провал Но такое Некое затишье Но я думаю Что соответственно Дальше можно ожидать Только с нового подъема Всей движутки И собственно Будет очень приятно Являться частью Этого подъема Я бы все-таки Поспорил бы Здесь с тобой И Жак Потому что Мне кажется Что альтернативная сцена Как таковая Уже не существует Потому что Как бы Была Да Волна такая Была она Но как бы Она исчезла Ее больше нет Нет больше тех тусовок Мне кажется Что Остались только группы Которые вне стилей Они как Вот заметь Вот группа Корн Да Она выписала альбом Я бы не назвал Эту группу тяжелой Это электронная музыка То же самое Я не назвал бы Эту группой Корн То же самое И группа Стигмата Она как бы И не альтернативная Группа-то уже И не металл И не попса И не Просто своя тема Какая-то Наверное да И собственно Ну это и заставляет Эти группы Держаться на пол Да Ну то есть Собственно Нечто такое Вне моды Так и есть Вот Но я думаю Что на самом деле Дальше Как бы это По-любому Подъем будет Без этого никак Ну так всегда бывает Это уже проверено Блин Десятилетие Юлек Шарлай Спрашивает тебя Почему Дабстеп Новый альбом Будет в таком же духе Как Песня до девятой ступени И Камикадзе Или же вы Пытаетесь Равняться Под западный формат В чем вопрос Юлек Непонятно Ну Ответь как-нибудь Во-первых Про западный формат Какой формат Формата Дабстепа Его нет Есть Дабстеп Есть Метал Есть Группы Которые Это смешивают Но На самом деле Ну как бы В истории Дабстепов С Камикадзе Просто он туда Напросился И подумаешь Это прикольный эксперимент Ведь кому интересно Играть Кому интересно Слушать Одно и то же Годами Нам совершенно Неинтересно Создавать альбомы Как Седьмого года Как Мой путь Ну Это нафиг Не нужно Зачем То есть Ну Издавать такие же альбомы Это Топтаться на месте И соответственно И публике нашей И фанатам наших Тоже это было бы Наверное Неинтересно Если бы Выпускать одну из Альбомы Через годов То есть Как-то Обдавляет Это И вообще Равняться на запад Это без мазы Вообще Уже проверено Нужно Равняться На наши Российские корни Да Именно поэтому Мы взяли На новый альбом Балалайшника И баянист Так что В будущий тур Мы поедем С двумя Балалайшниками И с одним Баянистом А Дельшину Будут подпевать бабули Которые сейчас На Евровидении И на альбоме А Денчик Бас-гитару Сменил На ложки На ложки На ложки На ложки На ложки А Денчик Будет играть На бас Балалайшник Мне кажется Русские мотивы Вот за ними Будущие Все-таки Вот там На балалайке Да ты смотри На Евровидении Поехали Там эти какие-то Бабушки Они заняли Какой-то метод А было Евровидение Я знаю Что бабули Поехали Я вот слышал о том Что вот ты там Хочешь Свой тату-салон В будущем создать Что вот ты увлекаешься Серьезно татуировкой Сейчас вот рисование Для тебя Ну расскажи Как ты дошел До этого Рисовал очень много Началось В школе Началось Граффити Поганил стены Потом Увидел Татуировки Яркие В каких-то Журналах Европейских Вот Мне что-то так понравилось Ну это очень ярко было Так прикольно Вот Я начал что-то Срисовывать Пробовать И лет Попал в 15-16 Я себе купил Хорошую машинку И начал делать татуировки Но потом Поскольку музыка Очень много времени Всегда Я это дело забросил Вот сейчас К этому Снова вернулся Снова рисую Вот Сейчас Сделаю Татуировки Снова уже На Ну я надеюсь На более серьезном уровне Все это Надеюсь Разбивать Вот Вот буквально На днях Сделал девочке Татуировку Нам повесить Ахахаха Ну у тебя Я думаю Что люди Этот самый Будут Заходить там В Контач Да К тебе На страницу Там можно будет Заходите в твиттере В инстаграме Можно смотреть новости На эту тему Ну и в общем В целом Все новости Так что Следите Скоро Короче Тату салон Отъезжайте Все дела Короче Полное мясо Ну По Стигматор Вообще Полностью Ну она уже Самая Татуированная Альтернативная В России Да я думаю Не только Альтернативная Ну вот Будет вообще По самые Уши Раскрашиваться Буду Куриваться Последний вопрос На сегодня Ежака Расскажи Вот о мотоциклах О своем мотоцикле Интересуется Женя Татарский Какой фирмы Почему ты его выбрал И вообще Ну то есть Почему мотоцикл Это вообще А вот На мотоциклы Ну это тоже Не считай С детства Главное Все как-то Другие Они доходили А собственно Помог мне С этим мотоциклом Наш старый друг Максим Трэш Спасибо тебе чувак За это До сих пор Благодарен И буду благодарен Всегда Вот Он мне в свое время Помог И это уже Третий год Как я катаюсь И вообще Получаю огромное Огромное удовольствие А вот отоцикл Кавасаки Модель ЕF6 550 кубов С 70 там Креном Лошадок Целый кабун Получается Ездим быстро Но Я катаюсь Осторожно Так что За меня не переживайте Все огонь Вот Надеюсь Дальше продолжать На мотоцикле Гонять Нифтя Покатаю тебя Денчик Кайф Денчик Ехал сейчас На место На место Съемов И кричал Смотрели Мы записываем Мы скоро Садимся В студию Именно Делать запись Будет Очень Скоро Тоже Сведение То есть Мы не будем Это все Растягивать Стараемся Как можно Быстрее Это выпустить Так что Следите с новостями Читайте Твиттер Мой Тарас Дини Всех чуваков Стигматы Следите за новостями Все Огонь Спасибо Была своя мечта Я теперь Еще и журналист Вау Ты классный Спасибо Спасибо